Всем привет, парни! Давно не было новых роликов на канале, и вот с наступлением новогодних праздников решил вернуться. Рад всех видеть, действительно соскучился немного, в танки давно не играл, поэтому то, что зашел сейчас, это для меня, скажем так, снова как в омут с головой. Сегодня хотел бы поговорить о Йохах, об американской ветке, которую я сам активно качаю. Вот восьмерку сегодня уже прошел, открыл девятку, взял на нем мастера, я могу смело его продавать. И перед тем, как его продать, я хотел бы обсудить, почему эта машина в 2023 году, в конце 2023 года, имеет смысл быть в вашем ангаре. То есть, почему, что в ней такого, почему я считаю, это, наверное, один из лучших тяжей на сегодня, которые можно выкачать. Я думаю, будет интересно, будет о чем поговорить, поэтому берите что-то покушать, присаживайтесь и полетели, будем разговаривать. Итак, Йох, это новая ветка США, которая появилась в нашей игре не так уж прям сильно и давно, но особой популярностью не пользуется. Не знаю почему, возможно это потому, что у игроков, у многих не хватает скилла для реализации этих машин, но по сути ветка очень даже интересная. Начинается она после T1 Heavy с шестого уровня, с танка Поллока, потом идет M2Y, M3Y, M4, M6 точнее Y и MVY. Это десятка топовая, которой я лично стремлюсь. Выглядит, конечно, она, мягко говоря, не очень, это правда, то есть такой гусь. На него, кстати, есть очень даже прикольный 3D стиль, который рисует ему акулью такую морду и так далее. Я сейчас даже посмотрю, у меня вроде бы был, так, одну минуту, вроде бы такое выпадало где-то у меня. Вот оно, рыбомяч, да-да-да-да. Вот так это все выглядит, очень круто. Почему эти танки не пользуются популярностью? Все банально просто, потому что в корпусе брони нету, бронирована только башня, это, соответственно, накладывает большое количество ограничений на большинстве карт, где нужно играть от головы и, соответственно, из-за этого игроки просто забивают болт на эту ветку и считают ее полным дном. Хотя, как таковой, она не является абсолютно, потому что у машин в прокачке есть два типа геймплея. То есть вы можете играть через ДПМ-ные пушки или можете играть через альфовые. То есть на восьмерке это прям вообще классно заметно. То есть у нас два орудия топовых, одно 90-миллиметровое, второе 105-миллиметровое. Разница, конечно, по пушкам есть, это правда. То есть я играл на 90-миллиметровой и вообще всю ветку я проходил с 7-го уровня на ДПМ-ных непосредственно стволах. И думаю, что так будет и до десятки. Так вот, 90-миллиметровка у нас имеет бронепробитие базовым снарядом 223, голдой 290. Основной снаряд у нас подкол, голдовый кумуль. То есть здесь 90 кумулем на восьмом уровне это довольно-таки неплохо. Я играл много с десятками, то есть пробиваются. Точность позволяет. Здесь разброс 0.37, видим, время сведения 2,1 секунду. То есть это уже в обвесе. Поэтому, имея непосредственно такую точность, учитывая, что мы играем со второй-третьей линией, можно без проблем выцеливать уязвимые зоны противника. Перезарядка довольно тоже быстрая, 6,5 секунды и все в этом роде. То есть 90-миллиметровка это такое ДПМное орудие, которое можно спокойно реализовывать. 105-миллиметровка это совсем другое. Я на ней не играл, но глядя на нее все понятно. То есть у нас больше разброс, хуже чуть-чуть сведения, меньше ДПМ соответственно, но и меньше пробития. То есть учитывая современный роддом, когда в тебя пуляют все абсолютно голдой, иметь на основном орудии 245 пробития голдовым снарядом это смешно. То есть восьмой уровень, как только попадаете к десяткам, здравствуй ИС-7, Е100 и все остальные тяжи десятого уровня, пробивать с 245 будет очень и очень даже проблемно. Поэтому с орудиями, друзья, я вам рекомендую играть на скорострельных пушках. Неважно, седьмой, восьмой, девятый всегда выбирайте те орудия, которые имеют большее, прошу прощения, бронепробитие. С этим, я думаю, разобрались. По подвижности. У машины все очень также неплохо. То есть на моей сборке мы имеем мобильность, мощность двигателя 726 лошадиных сил, удельная мощность 15,8 лошадей на тонну. Максималка 44 вперед, 17 назад. 44 вперед позволяет вам добраться до любой позиции в числе первых, занять ее и спокойно отыгрывать уже от позиции. Потому что эти машины, они играются только от позиции. Да, вы часто можете вступать в перестрелки с противниками, с которыми вы один на один. Чаще всего вы будете перестреливать. Особенно, если вы грамотно подбираете цели для атаки. Но доехать до позиции вы сможете без проблем. У машины главная фишка, в принципе, ветки Йоха, это двойная гусеница. То, что первым вам выстрелом снимают каток, вы можете еще откатиться. То есть здесь такое есть. Это часто спасает. Действительно, когда в этом ошиблись, нужно откатиться назад. Такая возможность есть. Но назвать это прям какой-то супер имбой я не могу. Главная фишка танка, это неплохая подвижность и очень-очень хорошая башня. Здесь башня крутая как на восьмерке, так и на семерке. Мы обязательно поговорим о бронировании. Но пока, друзья, оборудование. Что бы я сюда поставил? Вся ветка играется на одном и том же оборудовании. Не знаю, возможно, у кого-то есть другой немного набор. Я поставил закалку, досылатель и турбину. Считаю, что это оптимальный, максимальный набор оборудования. Потому что закалка вам даст ХП, который всегда выгодно можно использовать в рандоме. Неважно против какого уровня вы играете. Большее количество очков прочности позволит вам дольше жить. А это довольно-таки важно. Досылатель улучшит и без того неплохой ДПМ. Видим, что с досылателем ДПМ в районе 2667 очков. А это уже неплохо. Ну а турбина добавит мощности и позволит вам доезжать до вашей позиции быстрее. В целом видим, что в подобном обвесе на 100% экипаже с боевым братством у нас получается сведение 1.97, а разброс 0.35. И это уже практически довольно-таки неплохая точность, как вы понимаете. Перки экипажа, друзья, перед вами. Видим, что качать нужно боевое братство, ремонт. А дальше перки по вашему усмотрению. Ремонт для того, чтобы не стоять в катках. Боевое братство, чтобы улучшить все характеристики машины. Поэтому, друзья, по машине могу точно сказать. Это танк, который играется от позиции, повторюсь. У нас шикарный УВН в минус 10. То есть мы можем спокойно играть от головы. А бронирование головы мы сейчас с вами обсудим. Поэтому поехали в коллежен. Коллежен модель, друзья, выглядит таким образом. Видим, что у нас бронирование действительно имеется. Щеки башни у нас 360-320 мм. Есть, конечно, уязвимые зоны, где 290. Но, сами понимаете, с восьмерками пробить вас в такие... Просто зоны будет крайне очень проблематично. Башня очень хорошо защищена. Есть, конечно, уязвимая зона. Зона башенка на крыше. Это частая болячка всех американцев. Но назвать это прям проблемой я не могу. Потому что она довольно-таки маленькая. И выцелить вас, особенно когда вы постоянно ездите вперед-назад, будет крайне и крайне трудно. ВЛД также имеет неплохое бронирование. 213-210, но назвать его рекордным я не могу. Поэтому чаще всего в корпус вас будут пробивать и пробивать на вылет. Потому что сейчас рандом у нас такой, что большинство танков, которые играют против вас, 90% они имеют хорошее бронепробитие или играют на голде. Поэтому рассчитывать на то, что ваш корпус будет что-то отбивать на постоянку, я бы точно не стал. От башни играть мы можем. Да, действительно, позволяют УВН и позволяют бронирование. От головы танк стоит. Но от корпуса точно нет. В бортах бронирование небольшое имеется, но есть вот такие вот полки, в которые чаще всего все пробивают. Потому что на прицелах стоит индикатор пробития. Люди все прекрасно видят. Также есть щека под башней. То есть в погон сюда все будет пролетать на вылет. Рассчитываем только на башню. С бронированием, друзья, разобрались. Давайте теперь посмотрим бой, который я сегодня отыграл на мастера. И поговорим более детально о машине. Поехали в бой. Забросило меня, друзья, как видим, на карту степи сетап с девятыми уровнями. Конечно же, мы не в топе, в середине списка. И девятки довольно-таки плотные. То есть фаза, два объекта 752-х, довольно опасны для нас противники. Но я принимаю решение ехать не на правую сторону, где обычно дерутся ТТ, а на левую. Потому что у нас есть и УВН, и мы можем занять выгодную позицию сразу же в начале боя. Я прекрасно понимаю, что сильная сторона этой машины – это его башня. И, соответственно, мы будем играть, конечно же, от башни. Я сразу же гружу голду. Друзья, вы можете, конечно, меня осуждать на то, что я играю на голде. Здесь не будет какого-то прям сверхрекордного количества урона. Но бой на мастера отыграно все было аккуратно, грамотно. Поэтому насчет голды, о чем я хочу вам сказать. В современном рандоме нас вынуждают играть на голде. Если бы было больше времени и возможности выцеливать игроков, я бы, конечно, играл на базовых снарядах. Но поскольку в тебя чаще всего будут стрелять голдой, париться насчет того, что правильно это или нет, уже смысла никакого не имеется. Поэтому если разработчики дали вам возможность использовать премиум снаряды, которые позволяют лучше реализовывать машину, делайте это, друзья. Возможно, да, сейчас половина канала отпишется, потому что я призываю стрелять голдой, но с этим ничего не поделаешь. Заняли позицию, я пока не спешу ехать вперед, потому что понимаю, что кроме Бизонта может быть еще несколько танков. Вижу по карте, что отсветилась фаза, и я понимаю, что, скорее всего, Бизонт здесь один. Я принимаю решение о том, что кроме меня вперед никто не поедет, потому что, как обычно, союзники у нас сыкуны, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому принимаю решение ехать вперед. Вкатываю в него, беру на автоприцал, ставлю катки и сближаюсь. Помните, что я говорил насчет корпусов коллижен? Корпус не танкует, вы прекрасно видите то, что Бизонта меня пробивает абсолютно на автоприцеле, тут ничего не надо выцеливать. Брони у нас в корпусе ноль. Но машина способна действительно танковать. Попал ему в пушку. Очень сильно он меня здесь разрядил. Машина способна танковать от головы. Танкую бортом каким-то чудом БЗ-шку. Успеваю дать ему шот. На моей сборке перезарядка в районе 5 секунд. То есть очень быстро можно отвешивать противнику по 240. Да, альфа не рекордная для ТТ. Но что поделаешь, имеем то, что имеем. Выбил он на БК. И здесь видим, я остался абсолютно шотным. У меня 1000 урона есть, 2 фрага. Но я шотный, 8 хп. И вкатывает Кобра. В этот момент у меня были, конечно, мысли о том, что я сейчас отправлюсь в ангар искать новый бой. Но видим, что он отстрелял все снаряды и решил меня не таранить. Поедь он вперед была бы, скорее всего, вероятность того, что он бы меня просто убил тараном. Но он остановился и это его главная ошибка. Добираем Кобру. 3 фрага в копилке. 1600 урона уже есть. Видим, что справа наши союзники успешно сдержали атаку. Никто не поехал. Я видел, что здесь светился КВ-5. И в голове держу то, что здесь еще также есть бульдог, который может вкатить нам спокойно в спину и убить нас. Но он где-то затерялся. Забрасываю такой вот шот в 704. Точность действительно, друзья, вас часто будет удивлять. Машинка, ну правда, она способна на хорошее попадание. Поэтому это нужно иметь в виду. КВ-5 ошибается, танкует ко мне бортом. Я играю на кумулятивах. 290 пробития. Но даже для таких кумулей КВ-5 довольно солидная цель. В том плане то, что способна отбивать снаряды. Дальше увидите. К чему это я веду вот эту вот демагогию, друзья? Как вы видите, машина, она заставляет вас грамотно продумывать подход, куда вам ехать. Кстати, вот пытался фугасом меня прибить в башню КВ-5, но не удалось. Пробуем играть в маску. Попадаю в орудие. Увы, не получается, пока его пробит. Смотрите, ваша главная задача непосредственно для реализации этой машины понять в начале боя, где вы будете максимально эффективны. Если вы будете играть как классический советский ТТ, рассчитывая на ваши борта корпуса и в принципе сбитый лоб, так играть не получится. Нужно понимать прекрасный рельеф карты. Скорее всего, скорее всего из-за того, что большинство игроков просто RRR и поехал вперед, они эту ветку и не находят интересной. Хотя по сути машины, они все, начиная с седьмого уровня, имеют хорошее бронирование. Десятка так в голову вообще ни в какую проекцию практически не пробивается, поскольку имеет реально рекордное бронирование. Видим, здесь катит на меня МБТ. Он, скорее всего, держал в голове эту возможность, что сейчас заберу Йоха и все будет у меня классно, но немного он здесь подошибся. Тонканул я его аккуратненько бортом. То есть здесь надо понимать прекрасно возможности машины и их реализацию, где ее можно реализовывать. УВН у нас минус 10, я об этом уже говорил. И стоять от башки очень даже комфортно. Плюс точность, которую вы имеете, если сюда еще и поставить доп. паёк, она вообще будет просто рекордной для тяжелого танка. Да, можно сказать, что играть от альфы в 240 довольно сложно, потому что, ну, все любят альфовые танки. Здесь я случайно не скликнул. Я абсолютно так же, друзья, люблю танки, которые способны там 500 отвесить за выстрел. Но вы же должны понять, это совсем другая техника под совсем другой тип геймплея. Пытаюсь здесь выловить рогу. Думал, он поедет вперед, но он не решился. И я понимаю то, что мне нужно проехать вперед, попробовать дать еще какой-то урон. Наши союзники стоят. Вообще терпеть не могу вот такую тему, когда парни просто видят, что здесь на фланге никого нет. Стоит фуловая прогета, и она чего-то ждет. Я немного этого, друзья, не понимаю. Надеюсь, вы меня в этом вопросе поддержите. Если так, не забудьте поставить лайк. Так вот, танк классный. Я не устану его хвалить в этом ролике. Действительно, здесь все очень хорошо разработчики продумали. Он подойдет не всем, но если вы понимаете, как грамотно играть от головы, как реализовывать ДПМ машины, эта машина может вам понравиться. Начиная с седьмого уровня, геймплей будет один и тот же. То есть это действительно так. Здесь самое главное разобраться в начале боя, куда поехать. Можете ехать с массовкой союзников и пытаться играть от их ХП. Да, такой геймплей тоже имеет место быть. Но чаще всего вы будете реализовывать эту машину в рельефе. И сейчас, на сегодня, благо стараются работать над картами, поправляя этот рельеф. И эту машину можно реализовывать, карты меняются. Поэтому смотрите, друзья, танк очень и очень интересный. Если вам понравился этот ролик, если хотите больше роликов на моем канале, обязательно напишите об этом в комментариях. Я все комментарии почитаю. Буду рад видеть ваши комментарии. Здесь, как видим, меня подловил Скорпион. Но союзники этот бой доиграют. Результаты боя сейчас, друзья, перед вами. Поэтому я рад к вам вернуться. Надеюсь, вы скучали, ждали. Будем видеться чаще. Буду потихоньку наигрывать в танки. Потому что, когда ты давно не играл, у тебя начинает все быстро подзабываться. Рандом он постоянно движется вперед. Поэтому, парни, буду возвращаться. Рад всех слышать, видеть. Если что, пишите. Увидимся. И хорошего всем дня. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин